я бы пару слов сказать о том вообще почему я снимаю видео про манипуляции в том числе и про женские манипуляции несколько причин на это есть но первое естественно манипуляция это ограничение свобода я считаю что свобода это самое дорогое что у нас есть но это достаточно высокопарно звучит если так сказать более ближе к реальности так сказать к нашему бренному миру брать почему я снимаю про женские манипуляции потому что я в них специалист скажу без ложной скромности почему я в них специалист не потому что я такой супер умный у меня он видите даже третий глаз открылся вот он но кто-то говорит что это прыщ но я уверен что там растет третий глаз а так сказать от того что я такой вот невероятно умный мудрый это конечно так но я специалист по женским манипуляциям просто в силу того что во-первых если ты семейный юрист и ты не специалист по женским манипуляциям то когда ты будешь в суде а против тебя будет адвокат как правило женщина судья как правило женщина из опеки приходит из органов опеки и попечительства как правило женщина и в некоторых случаях когда присутствует помощник прокурора он как правило тоже женщин и вот ты в таком вот женском обществе будешь сидеть и вот так вот только вот сейчас без очков покажу вот так вот как лох лохом я никогда не был и не буду поэтому так сказать разобрался в женских манипуляциях ну и опять же колоссальная практика два своих развода больше 200 чужих это сказать после 200 я просто считать перестал больше 200 сейчас уже мне кажется к 500 где-то цифра приближается разводов я так сказать расторжение брака я обслужил с разных сторон и так далее и так далее поэтому для меня тема женских манипуляций почему-то на этом канале есть но так сказать не часто возникает уж она для меня скучно для многих людей я понимаю что это реально сказать заставляет чем-то над чем-то их задуматься когда нет слышат и вот сегодня мы разберем манипуляцию под названием ты у меня 2 я уверен что многим это знакомо когда вы начинаете встречаться женщины если она не войдите то она вам обязательно скажет что либо вы у нее первый так сказать о девственности и лишила там знаете случайно подруга в песочнице черенком от лопаты или у врача если она еще немного поумнее она вам обязательно расскажет что вы у нее второй вы у нее второй до этого у нее было так сказать любовь но мы знаем кого в кого девушки влюбляются по молодости это какой-нибудь такой вот альфач альфач не путать с альфа самцом вот этот альфач сейчас или спился или сидит вот или так сказать болеет спидом ну и работает соответственно на низкооплачиваемые низко квалифицированной работе либо в тюрьме вот ну и соответственно понятно что с таким альфачом семью особенно не построишь хотя некоторым непонятно но где-то годам двадцати пяти-тридцати особо запущенные случаи никогда женщины типа умнеют хотя на самом деле они не умнеют у них просто организм начинает требовать не только так сказать ебли но и продолжение рода ну и они начинают понимать что животные секс во все щели конечно это хорошо но как говорится одним сексом сыт не будешь и тут появляемся мы такие вот интеллигентные в очках устроившиеся в жизни такие достаточно обеспеченные с неплохими перспективами с очень неплохими перспективами и женщины эти начинают нам рассказывать что ошибка молодости не любила случайно черенки от лопаты врачи вот это вот всю херню вешать нам на вот так вот сейчас очки слетают вот вот так вот они вешают нам а мы значит наконец-то в своей жизни почувствовал себя наконец альфа самцами расплываемся так сказать ну была ошибка ну так сказать с кем не бывает дорогая моя все понимаю была ошибка но так сказать понятное дело что я-то твоя любовь так сказать со мной у тебя все не так как с этим дегроидом до который был для меня я открою покажу тебе весь этот мир необузданного так сказать страстного секса а так сказать это девушка но женщина девушки понятное дело детственницы а эта женщина начинает так сказать заливаться румянцем говорить ой что ты я искать я и так не могу и сяк не могу но потом спустя некоторое время она раскрывается и так сказать задорно с криками визгами скачет на вашем половом органе уверяя вас что такого большого такого необузданного и такого дикого у нее никогда не было странно как то сказать почему она так судят ведь у нее до вас был только один ну естественно не бога вот естественно что 99 процентов случаев все это из чем здесь можно ругаться пиздеж так сказать от первой и до последней буквы вы у нее может быть и не 2 не 3 не 10 и не 101 вот так сказать вот эти вот все женские ломания кто верит женским кривлянием женскому румянцу так сказать и женским словам тот несчастнейший человек не мои слова сократ сказал я на самом деле не помню кто сказал но если убедительно очень ютубер главное быть убедительным если очень убедительно сказать что это был сократ никто же не поверь не полезет проверять правильно вот так же если вам женщина убедительно скажет что вы у нее 2 у вас самый гигантский половой орган и вы открыли перед ним мир большого секса но вы же не пойдете проверять вот так сказать что поэтому верим мне что это был сократ а женщинам продолжаем верить для своего душевного спокойствия что вы у них 2 открываете мир большого секса в чем манипуляция манипуляция здесь такая двуслойная двуслойная первое естественно каждому мужчине быть приятно быть победителем приятно быть так сказать первым приятно быть что первопроходцем во всех смыслах этого слова так сказать ранговый запрос опять же у нас есть чтобы мы должны именно быть первым обязательно во всем у этой женщины это первый слой и второй слой манипуляции так сказать на направлен на нашу с вами ответственность такие вот интеллигентные неплохо устроившиеся в жизни мы с вами ответственные то что не были бы мы ответственным я бы не было бы ответственным правильно так сказать я бы был бы сейчас не юристом никто бы мне не то что дело бы не дал так сказать который зачастую там может быть вопрос жизни и смерти решается без ложного пафоса разные дела у меня были мне бы никто бы не дал двор подметать поэтому мы с вами так сказать работающие на неплохих работах да и даже на плохих работах мы с вами ответственные в нас это воспитало общество наша жизнь там родители и так далее так далее и вот вот это вот вторая второй слой этой манипуляции бьет на нашу ответственность мы в ответе за тех кого приручили мы в ответе с вами за тех кого развратили и не важно что не там тысяча тысячи и тысячи было ни одна футбольная команда через нее прошла если вам это убедительно подать мы же с вами поверим вот и понеслась поэтому поэтому помним несколько обычных простых правил и помнить то мы их все помним но зачастую не следуем первое ваша женщина это не ваша женщина никаких прав у нее у вас на нее нет второе загоняться потому сколько у нее было до вас половых органов не стоит все равно правда не узнаете но если она не вот такая такая все правда расскажет так сказать и с такими имел опыт общения отвратительнейшие женщины люблю так сказать чтобы мне сладко хорошо убедительно врали чем рассказывали о своих бывших поэтому мы понимаем что ваша женщина это не ваша женщина них на сто процентов все зависит от женщины цветут и пахнут женщин женщин к молодец искать отношения развалились ни грамма нашей вины в этом нет стараемся быть счастливыми делаем не то чего хотят от нас женщина то что мы сами хотим и стараемся не поддаваться на манипуляции а в этом вам помогу я и вот мой канал в том числе мужская консультация ну и так сказать качеством рекламы ссылки на мой сайт в контакт там в описании под видео знаете где смотреть так же как на дружеских блогеров что думаете по всему этому поводу пишите в описании под а в господи в комментариях пишите ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был семейный юрист антон сорвачев сегодня разбирали женской манипуляцию ты у меня 2 2 всего лишь 2 а первый был ошибка поправляем очки лапшу и живем так как считаем нужным не испытывая не ответственности по отношению к не нашим женщинам не чувство тем более вины помните кто прививает нам чувство вины желает нами управлять платон